Бен Карстон как-то сказал о себе. В пятом классе я был самым худшим учеником. Однажды он проходил тест по математике, состоящий из 30 заданий. Сидящий позади него ученик кое-что подправил в его работе и передал ее обратно. Учительница начала спрашивать, сколько у кого правильных ответов. Наконец, очередь дошла до Бена. Смущенный, он пробормотал что-то невнятное. Полагая, что он ответил 9, миссис Уильямсон заметила, что для Бена 9 баллов из 30 чудесные достижения. Тогда ученик, сидевший позади, выкрикнул, «Нет, не 9, у него нет ни одного правильного ответа». И Бен признался, что ему хотелось провалиться сквозь землю. Тем временем мать Бена, Соня, тоже сражалась с отсложностями. Она была одной из 24 детей в семье, закончила три класса школы и не умела читать. Она вышла замуж в 13 лет, развелась, родила двух сыновей, воспитала их в гетто Детройта. Тем не менее, она отчаянно старалась быть независимой и твердо верила, что Бог поможет ей и ее сыновьям, если они будут держаться вместе. Однажды в ее жизни и жизни ее сыновей настал поворотный момент. Ее оценило, что у успешных людей, у которых она работает уборщица, есть домашняя библиотека, и они часто читают книги. После работы она вернулась домой и выключила телевизор, который смотрели Бен и его брат. Она просто сказала, «Мальчики, вы слишком много смотрите телевизор. С этого момента вы можете смотреть только три передачи в неделю. В свободное время вы будете ходить в библиотеку, читать по две книги в неделю и пересказывать их мне». Мальчишки были поражены. По словам Бена, он за всю жизнь не прочитал ни одной книги вне школьной программы. Они пытались протестовать, спорили, но это было бесполезно. Бен вспоминал, она установила закон. Мне не нравилось ее правило, однако ее решимость увидеть, как мы становимся чуть лучше, изменила ход моей жизни. И жизнь их сильно изменилась. К седьмому классу он был первым в списке успеваемости. Позже он получил стипендию Ельского университета, затем учился в медицинском институте имени Джо Хопкинса, а в 33 года стал в нем заведующим отделением нейрохирургии и всемирно известным хирургом. Как такое смогло произойти? Главным образом, благодаря матери, которая сама, не имея многих преимуществ, в жизни возвеличивала свое призвание. Священные Писания говорят о роли родителей. Они должны учить своих детей понимать учение покаяния, веры во Христа, Сына Бога Живого, крещение и дара Святого Духа. Мы, родители, обязаны быть первыми и главными учителями Евангелия и примером для своих детей. Не епископ, не члены воскресной школы, общество молодых женщин или общество молодых мужчин, а именно родители. Будучи первыми и главными учителями Евангелия, мы можем обучать их силе и реальности искупления, их сущности и божественной судьбе, тем самым предоставляя им основания из камня, на котором можно строить. В конечном счете, именно дом служит идеальным местом для обучения Евангелия Иисуса Христа. Примерно год назад я был в командировке Бейрути, Ливан. Там мне рассказали об одной 12-летней девочке по имени Сара. Ее родители, двое других детей постарше, присоединились к церкви в Румынии, а когда Саре было всего 7 лет, им потребовалось вернуться на родину. В их стране не было церкви, ни организованных подразделений, ни воскресной школы, ни программы общества молодых женщин. Пять лет спустя семья узнала, что в Бейрути есть небольшой приход, и незадолго до моего приезда отправила туда свою 12-летнюю дочь, Сару, вместе с двумя старшими детьми, чтобы она приняла крещение. Находясь там, я провел духовное собрание, посвященное плану спасения. Сара довольно часто поднимала руку и отвечала на вопросы. После собрания, зная о том, что у нее практически не было опыта, связанного с церковью, я подошел к ней и спросил, «Сара, откуда ты знаешь ответы на все эти вопросы?» И она мгновенно ответила, «Моя мама научила меня». В их городе не было церкви, но Евангелие обитало в их доме. Ее мама была первым и главным ее учителем Евангелия. Яна сказал слова, которые я часто слышал от своего отца о вечной жизни и радости святых, глубоко проникли в мое сердце. Не возникает сомнений в том, кто был первым и главным учителем Евангелия для Енаса. Помню, как мой папа располагался поудобнее камина за чтением священных писаний и других хороших книг. Бывало, и я присаживался рядышком. И помню, как в кармане рубашки он носил карточки с цитатами из священных писаний, произведений Шекспира и с новыми словами, которые ему хотелось запомнить и выучить. И помню беседы о Евангелии и беседы за обеденным столом. Помню, как много раз отец брал меня с собой, отправляясь навестить пожилых людей. Как мы останавливались, чтобы купить для кого-то мороженое, а для кого-то цыпленка на ужин. И помню его прощальное рукопожатие с деньгами, зажатыми в протянутой людям руке. Помню свои добрые чувства и желание быть похожим на него. И помню, как моя мама в возрасте 90 лет или около того готовила на маленькой кухне, а потом шла куда-то с полным подносом еды. Однажды я спросил, а куда ты идешь? Она говорит, я хочу отнести немного еды старикам. Я подумал, мама, ты ведь сама старенькая. Мне никогда не удастся в достаточной мере выразить признательность своим родителям, которые были моими первыми и главными учителями Евангелия. В ряду важнейших дел, которыми мы, родители, можем мчить своих детей, сила молитвы, а не просто ее рутинный порядок. Однажды, когда мне было 17 лет, я стоял на коленях у постели, произнося молитву. Я подумать не мог, что мама стоит в дверях и слышит меня. Когда я закончил, она сказала, «Тед, а ты просишь Господа, чтобы Он помог тебе найти хорошую жену?» Ее вопрос застал меня врасплох. Об этом я думал меньше всего. Я думал о баскетболе и учебе. Поэтому я ответил, нет. А она сказала, не мешало бы, сынок. Это будет самым важным решением, которое ты когда-либо примешь. И эти слова проникли в самую глубину моего сердца. И на протяжении следующих шести лет я молился, чтобы Бог помог мне найти хорошую жену. И да, Он ответил на мою молитву. Мы, родители, можем научить своих детей молиться о том, что имеет вечные последствия. Молиться о силе оставаться нравственно чистыми, быть послушными, иметь мужество, стоять за то, что правильно. Несомненно, большая часть нашей молодежи молится по вечерам. Но, вероятно, многим трудно выработать привычку молиться утром. Мы, родители их первые и главные учителя, можем это исправить. Какой родитель во времена книги Мормона отправил бы своих сыновей в самую гущу сражения, без нагрудника, без щита и меча, способных защитить их от потенциально смертоносных ударов врага. Однако, сколь многие из нас, каждое утро отправляют детей в самую гущу опасных сражений, с сатаной, с мирядами его искушений, не снабдив их духовным нагрудником, щитом и мечом, исходящими от защитной силы молитвы. Господь сказал, «Молись всегда, дабы ты мог победить сатану». Мы, родители, можем привить своим детям привычку молиться по утрам и знание о силе утренней молитвы. Мы также можем научить детей мудро распоряжаться временем. Иногда, как в случае Соник Карасон, нам понадобится и с любовью, но и с твердостью сказать свое слово, ограничив время общения наших детей с телевизором и другими электронными устройствами, которые во многих случаях становятся центром их жизни. Вместо этого нам может понадобиться направить их время в более продуктивное русло, ориентированное на Евангелие. Возможно, сначала нас ждет некоторое сопротивление, некоторое недовольство, но, подобно Соник Карасон, мы должны не упускать видение будущего и с поля держаться за него. Когда-нибудь наши дети поймут и поблагодарят за то, что сделали. Если не мы, то кто? Мы все можем спросить себя, получают ли наши дети лучшие плоды наших духовных, интеллектуальных и творческих способностей или же получают объедки нашего времени и талантов после того, как мы отдали все своим церковным призваниям или карьере. Не знаю, будут ли в мире грядущем существовать такие титулы, как епископ или президент общества милосердия, однако твердо знаю, что титулы мужа и жены, отца и матери, останутся и будут почитаться в мирах Вячеслава. И это одна из причин, почему так важно чтить свои обязанности родителей здесь, на земле, чтобы подготовиться к более великим обязанностям в мире грядущем. Бог не возлагает на нас обязанность быть без того, чтобы предложить свою божественную помощь. И об этом я свидетельствую. Выполняя свою божественную роль родителей в содружестве с Богом, давайте же станем первыми и главными учителями Евангелия и примером для своих детей. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.